Господь дорогой, мы благодарим Тебя за этот день, мы благодарим Тебя за эту возможность собираться. Я прошу Тебя сверхъестественным образом, просто благослови нас сегодня. Открой наши уши, чтобы разуметь, открой наши сердца, чтобы разуметь, говори с нами на понятном нам языке. И пусть Твои откровения, Твоя глубина, Твоя чистота, Твое какое-то проявленное слово, Рема, пусть оно звучит в нашу жизнь наилучшим для нас образом и способом. Спасибо Тебе, Отец, превозношу Тебя, величаю Тебя. Амин. Пожалуйста, кто желает читать, прочитайте. Одиннадцатый стих. Финес, в имени Елизара, сына Аронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновал по мне среди них. И я не истребил сынов Израилевых в ревность моей. Посему, скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему потомство его, по нем заветам священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который убит с мадиотянкой, был Азимри, сын Сау, начальника поколения Симеонова. А имя убитой мадиотянки Хаза, она была дотсура, начальника Аммоха, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисеев, говоря, враждуйте с мадиотянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем. Плестив вас фигурам Ихазовой, дочерью начальника Мадиамского, сестрой своей, убитой в день поражения за фигурам. 26-ю тоже читатели, только пока 25-е. Нет, давайте остановимся на этом. Значит, что мы здесь видим? Наша глава называется Пинхас. И говорил Господь Муша так, Пинхас, сын Илеазара, сына Аарона, священнослужителя, отвратил ярость мою от сынов Израиля, тем, что возревновал моей ревностью среди вас, и не истребил я сынов Израиля ревностью моей. Прошлая глава, мы знаем, заканчивается тем, что дочери Мадиамские начали совращать по совету Балаама, совращать народ Израиля, то есть сделали брешь в нем. И мы знаем, что началось великое поражение, и что были казни, и было очень много убитых израильтян, и слава Господне отошла, то есть Господь начал гневаться. И когда они сидели и каялись, и Бог объявил, в чем дело, и что они прелюбодействуют перед Его лицом, точнее, служат другим богам. И там важно, наверное, пояснить, что служение другим богам, в частности, вот этому Баал-Пиору, оно сводилось в том, что перед лицом этого божества достаточно было сделать какое-то естественное действие, там, поесть, попить, сходить в туалет или там заняться интимными отношениями. И это все засчитывалось как идолопоклонство, и как бы совращение было в том, что они поставили рынки, и на рынках люди ходили что-то покупать, их заманивали, помните, как в бриллиантовой руке, а у меня есть халатик, и вдруг халатик рвется, там, ну и так далее. И вот таким образом совращали, как бы, народ Израиля, и Израиль даже не зная того, ну, в общем-то, прелюбодействовал и поклонялся иным богам, или там просто предлагалось ему что-то съесть или что-то выпить, там, в этом магазине одежды в глубине, и это уже приравнилось как поклонение. Естественно, бог не мог на это не отреагировать, и поэтому были соответствующие санкции. И когда, в общем-то, санкции были озвучены, и весь народ начал каяться и плакать, и Моисей сидел с Аароном, да, то вдруг некий Зимри выходит демонстративно перед всеми, берет себе княжну медийскую и заводит ее к себе в шатер, тем самым говоря, что все вы мне не указ, и все, что тут с вами происходит, и все ваши покаяния, и вообще, Моисей, как ты можешь нами командовать, у тебя у самого жена медяйка, ну, из медии, да, дочка Итро, там и у Аарона, у Ильазара, например, тоже была жена, одна из дочерей Итро, так считается. И даже, получается, бабушка вот этого Пинхаса, она тоже была, ну, дочерью этого священника Модиамского, дочерью Итро. И что происходит? То есть, как бы, происходит, как бы, публичное такое, ну, унижение Моисея, скажем так, и Аарона, да, в момент, когда весь народ кается, и вот это, как дьявол обычно действует, да, и вот этот вот бунт, и он был не просто человеком, этот Зиммери, а он был лидером, лидером поколения. И он пошел демонстративно это сделал, и у всех, естественно, шок какой-то наступает, да, и вот мы видим, что Пинхас, сын Ильазара и сына Аарона, то есть внука Аарона, фактически, он вдруг срабатывает так, что он берет свое копье, идет, протыкает их в их палатки, да, причинные места, и выносит их на шесте, и показывает всему стану, и тем самым, как бы, останавливается мор, и за это время успели погибнуть 24 тысячи человек, и в честь этого даже в Израиле есть, вот, в эти дни, как раз пост, который называется Диаты Ава, когда плачут об этих погибших душах, то есть каждый год это вспоминают, потому что, в принципе, 40 лет они ходили по земле, да, у них был какой-то прирост населения, была, ну, замена населения, и так многие погибли из-за предыдущих бунтов и непослушания, а тут такие цифры, то приходилось казнить своих братьев, которые блудодействовали в прошлой главе, тут мор начался 24 тысячи, ну, представьте себе, у нас самолет разбивается, 200 человек, и то мы с ужасом думаем, или там авария какая-то случается, несколько человек гибнет, а тут 24 тысячи одномоментно, то есть это, ну, очень большое количество людей, и он останавливает этот мор, а почему мор начался, потому что Бог не терпит вот этого вот отношения такого унизительного, да, и, ну, что как-то, во-первых, подняли голос на его помазанника, да, на его человека, который он выбрал, он поставил, он привел, и который ведет народ все эти 40 лет, и показывал и казни, и чудеса, и знамения, а во-вторых, что просто, ну, как бы, получается, согрешил один, значит, виновата все общество, и интересно, что вот этот вот принцип, что они видели очень много чудес, у них было очень много чудес, вот они видели, да, и манну с неба каждый день, и нужно было веру иметь, что завтра утром манна снова появится, и что тебе будет насущный хлеб на каждый день, и как бы, и что вода вот сверхъестественно их сопровождала, считается, что их сопровождал вот этот вот колодец Мирьям, который потом вошел в озеро Енисарецкое, и якобы он там до сих пор функционирует, и кто-то, ну, там были такие знаменитые раввины, которые даже знали, где этот источник, и оказывается, если из него пить или в нем купаться, то там исцеляется любая болезнь, и омоложение происходит, ну, в общем, так интересно, и вот это вот все сверхъестественно их сопровождало, но у этого сверхъестественного была цена, какая цена, что как чудеса были постоянно, то также нельзя было никакого непослушания допускать по отношению к тому, что Бог говорит, потому что сразу же начинались наказания моментальные, то есть они не были отсрочены во времени, почему вот это вот действие Пинхаса здесь, оно засчитывается в большой плюс, и написано, что он ревностью Божьей возревновал обо мне, и остановил как бы вот этот вот мор фактически, почему? То есть не Арон, как в прошлый раз, когда он с Кодильницей, помните, заступал с благоуханием приятным, а именно каким-то таким агрессивным действием, просто вот эту вот агрессию, которую проявил этот Зимри, остановил Пинхас, и что еще важно сказать про Пинхаса, что он у нас попал в такое состояние, что ему, в принципе, никогда нельзя было быть священником, почему? Потому что священников, которых отделяли, когда отделяли Арон и его сынов, они должны были достигнуть 30-летнего возраста, а он еще не достиг, а новые священники назначались после того, как они рождались за, ну, как бы новорожденные, и, соответственно, он не попадал ни в ту, ни в ту категорию, вот он попал как бы в межкатегории, и ему никогда не получилось бы быть священником, но, видимо, он очень любил Бога, он очень хотел служить Богу, и то есть то, что вот даже эта его ревность взыграла в нем, и то, что здесь он показывает, то даже меняет планы Бога, и Бог дает ему статус священнослужения, и священника, и вот он написано, что он возревновал моей ревностью среди вас, но вот прежде чем я буду говорить о ревности, вот тут еще интересно, почему второй раз повторяется как бы его родословие, почему нам вот это подчеркивается, что он сын Элеазара, сына Аарона, священнослужителя, то есть почему нам эта линия показывается, почему? Потому что были такие в народе, которые говорили, что это он от Итро набрался вот этой наглости, вот этой грязи, вот этой несвятости, то, что он посмел кого-то пойти убить, на шест поднять и так далее, и тут Бог сам подчеркивает его родословно, он говорит, нет, он сын сына священника, ребят, у кого-то микрофон, и он отвратил ярость мою от сынов Израиля тем, чтобы взревновал моей ревностью, и вот, казалось бы, ревность, 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 она как бы, ну, вообще обычно рассматривается в отрицательном каком-то смысле, да, то есть там ревновать жену свою, ревновать или завидовать, да, можно сказать, это одно и то же слово на иврите, как бы у другого там лучше машина, лучше дом, лучше там больше денег, лучше работа, ну и бесконечное вот это вот лучше, и вот эта вот зависть, ревность, которая, она почему-то на иврите одним и тем же словом обозначается кина, и она имеет в себе как бы три буквы, это куф, нун, алиф, и те, кто с нами изучают еврейский алфавит, то уже про алиф вы знаете, что это обозначает, а вот куф мы еще будем разбирать и нун тоже, но в общем сложности, что такое ревность, что вообще происходит, когда человек ревнует, и как бы куф, у него вниз опускается ножка, как бы она самая низкая буква, то есть если смотреть, то, ну, как буква Р в русском, спускается вниз ножка, да, так же и в букву куф спускается вот эта вот ножка вниз, и там как бы вроде бы как дырочка такая образуется в написании, и она как бы символизирует того, что когда человек узнает новость, ну, или начинает ревновать или завидовать, то он сначала переживает статус, когда у него происходит как бы, ну, как будто бы рушится все внутри, да, земля из-под ног уходит, слышали такое выражение, и как будто бы вот все рухнуло, и вот эта вот буква куф символизирует то, что вот это вот рухнуло все внутри, да, потом появляется буква Н, которая пишется так, как будто бы человек, ну, можно сказать, сидит в кресле-качалке, ноги вместе и голову вперед, да, когда он начинает внутри себя закрываться, и, ну, как бы начинает собираться, отгораживаться от мира, да, то есть он все рухнуло, он пытается как-то это переварить, да, и третий этап – это буква Алиф, и Алиф – это очень высокая буква, очень духовная буква, и она как бы обозначает и Бога, и обозначает внутренний большой свет или огонь, и мы понимаем, что человек проходит три стадии, когда он ревнует, то есть первая стадия – он все рушится, под ноги уходят, да, земля из-под ног, вторая – когда он все собирает внутри себя, как бы огораживается, и третья – когда у него внутри начинает гореть, гореть огонь, ну, либо это огонь, который вот, ну, ну, недобрый взгляд, да, там вот эта вот злость, когда на человека начинает гореть, вот эта вот ревность, зависть, и либо, когда это может быть в позитив использовано, то есть когда вот, как в случае Пинхаса, ревность по Богу, то есть истребить нечестье, остановить поражение, убрать оскорбление Бога из народа и так далее. Вот этот вот корень, он очень важен, и поэтому, вот, например, с чем это можно еще сравнить? Ну, когда вот ревность или зависть, она хорошая или плохая, то есть любого, как бы, качества нашего, которое нам дает Бог, когда мы рождаемся, да, у него есть и плюс, и минус. Если вот, скажем, рассматривать плюс, какой может быть плюс у ревности, да? Я, например, ну, долго думала об этом, ну, какой плюс у ревности, то есть как можно хорошо ревновать по-доброму, то есть, ну как, то есть когда ты смотришь, когда один человек, например, преуспевает в изучении Писания, например, или начинает преуспевать в изучении, там, или в том, как он поклоняется, или как там, например, небо на землю спускает, или еще какие-то вещи, и ты смотришь на это, и ты ревнуешься, говоришь, Господь, я хочу больше того, что Ты мне дал на этот момент, я хочу больше, потому что у всех это есть, значит, и мне это возможно, я хочу больше. И эта ревность, она как бы, ну, не злая такая, я не унижаю другого человека, я не говорю, а, ему Ты дал больше, да? То есть я, наоборот, прошу, да и мне, чтобы у меня тоже было, потому что я тоже хочу гореть, я хочу, не буду тлеть, да, я буду там наполняться, то есть это вроде бы как страсть, ну, можно перевести в такой уровень. И негатив, естественно, когда, о, вот Ему Ты дал, вот у Него-то все хорошо, да, то есть и то же, и то, и то, в общем-то, является внутренним огнем, но один огонь, он в положительную сторону, другой в отрицательную. И, в принципе, еще с чем это можно сравнить, вот эту вот ревность, когда, вот, например, в доме заводятся мыши, и когда хозяин, кто гоняется за мышами дома, чтобы их не было, ну, или жуки, или тараканы, там, ну, скажем, мыши, вот кто гоняется. Обычно хозяйка дома гоняется за тем, чтобы, ну, очистить, да, дом от этого. И цель у нее какая? Цель у нее, чтобы не было этих мышей, ребят, у кого-то микрофон, чтобы не было этих мышей в доме, в принципе, по определению, чтобы они просто исчезли и перестали существовать. И кот, например, когда гоняется за мышами, то у него другая совершенно цель и функция. У него, как бы, цель догнать и убить эту мышку, но в то же время, чтобы они не кончались, чтобы он мог продолжать это делать, как бы, продлительное время, да? Ну, или, например, с чем еще это можно сравнить? То есть, как бы, вот тут Бог спрашивает, на кого ты хочешь быть похожим, когда ты делаешь какое-то действие, какая твоя цель? Как хозяйка дома очистить дом или как кошка наслаждаться процессом и желать, чтобы это не заканчивалось? Ну, может быть, на мышке, на мышке, может быть, это не сильно понятно, но, ну, скажем, если, ну, знаете, бывает такое, что видеокамеры устанавливают там в разных местах для того, чтобы посмотреть, ну, там, в детском саду, например, как за детьми ухаживают, там, или за животными на мясокомбинатах и так далее. То есть, есть какие-то вещи, когда, ну, мы приносим жертву, там, этих животных, и мы их употребляем в пищу, и есть совершенно другой колор, когда над ними, например, издеваются. И когда есть все это записывается на камеру, часто такие скандалы, вот, скажем, издевательств над детьми или над животными, они выставляются в сеть там, на все еще обозрение, начинаются какие-то санкции применяться, и начинают какие-то действия, ну, по отношению к этому, и ситуация должна, в принципе, улучшиться. Цель такая, чтобы ситуацию переломить в плюс. Вот. И, например, вот с чем это можно уподобить? Что человек, который отвечает за эти видеокамеры, вот он сидит и смотрит, вот сегодня что-то случилось, да, ага, он это увидел, завтра он это доложил, это пошло, стало общеизвестным, и, слава богу, то есть какое-то издевательство прекратилось. Или, например, когда он приходит, просматривает за целый день эту всю видеосъемку, и ничего не находит, и говорит, э, ничего завтра дать, какая жалость. То есть, если он говорит так, то он кот, который хочет просто убивать мышек, но чтобы мышки не кончались. Но если он, как бы, рад, что ничего не случилось, и, слава богу, что ничего не случилось, значит, всё изменилось и очистилось, то он уже уподобляется хозяйке. Понимаете, вот эту вот грань ревности, зависти, вот эту вот разницу, да, то есть что, какая цель, что тобой движет, точнее, что мной движет. Когда мы принимаем какие-то решения, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, то есть что нас, что нами движет. И это важно. Я всё равно кого-то слышу, друзья мои. Кого я слышу? Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, значит, вот это то, что касается ревности. И вот что случилось, в принципе, почему Бог сам подчеркивает вот эту вот родословную и сам ставит такой акцент, что он моей ревностью, моей, то есть он хотел остановить то беззаконие, которое было, он хотел навести порядок в стане, он хотел изменить ситуацию, переломить ее. И ревность в нем, по-богу, она была намного сильнее, чем у всех присутствующих, потому что все были в каком-то легком замешательстве, а он первый, кто вот этот вот шок пережил, да, то есть когда все рушится, потом, когда он собирается, и когда в нем поднимается этот огонь. То есть и он очень быстро пережил эту ситуацию, как бы, и очень быстро начал активно действовать. И это очень, как бы, ему засчитывается. Даже есть такое мнение, знаете, что там на иврите такое слово заложено, что этот человек будет жить вечно, он будет иметь благословение вечное, не прекращающееся. Есть даже такое мнение одно из, что он никогда и не умирал, этот Пенхас, и что он жил до тех пор, пока не появился пророк Илья. И когда потом он просто вышел из тени и, как бы, был пророком Ильи. Ну, это как одна из таких мыслей, которая была известна. Вот. Вторая мысль, что он, как бы, просто будет, ну, как бы, в последние дни явится и будет тем свидетелем, который будет на уровне какого-то сильного пророка, и что Бог даст ему какой-то особый статус. Это тоже интересно. Но, в принципе, вот эта его ревность, она очень сильно ему пошла в плюс. Она просто записала его как в состояние вот этой победы, вот этого прорыва. Вот то, что я хотела вам сказать. И сам Бог говорит, что его родословная, она чистая. И у него отец, дедушка у него священник, первый священник. А папа у него просто священник. И он будет священником не навек. И Бог меняет его статус и переводит его из его вот этого вот подвешенного состояния, и не туда, и не сюда делает его священником на все века и на все времена. И это вот, как бы, ну, тоже справедливость Божия, мудрость Божия, да, насколько это важно. Ну, то есть увидеть, что вот эту его руку, да. Вот. И тут вот расписывается, кого он убил конкретно. Там мы разобрали, что он был предводитель, да, и что она была, в общем-то, Косби Медионит, она была дочка Цура, то есть глава народа. То есть она тоже была принцесса. И сказал Господь Муше так. Враждуй с Медианом и поразите их, ибо враждебны они вам своими кознями. И какие они строили вам. Что вот до Пиора, то, что я вам рассказывала. Что вот эта вот дочка, в общем-то, знатного человека, которую отдавали, да, дочери князя Медиама, их сестры убитой в день поветрия из-за Пиора. То есть насколько они готовы были жертвовать собой, вот эти Медзинитяне, насколько им было, вот как бы сами живут в грехе, да, сами живут нечестиво. И насколько им мешает, что перед ними есть народ, который, в принципе, с ними не враждовал до этого момента, да, ничего плохого им не сделал. Но насколько им вот надо было, чтобы они внутри начали разлагаться, чтобы у них все начало портиться, чтобы они даже не жалеют своих дочерей. Причем дочерей не просто каких-то нищенок, а знатных дочерей. То есть принцесс, там, княгинь, или я не знаю, как это по-русски сказать, может быть, ну, то есть людей в статусе. И им не жалко отдавать своих дочерей. То есть, ну, в принципе, это извращенный ум. Представьте себе, что, ну, кому голову придет ради того, чтобы отомстить врагу, жертвовать своим ребенком, или лишать ребенка, там, здоровья, или, там, лишать его, ну, там, тоже девственности, или еще чего-то. Это же совершенно ненормально. И, то есть, насколько вот это вот желание зла было сильное, и какой вердикт Бог выносит? Враждуй с ними, порази их, потому что они вам враждебны. Не потому что он хотел их изначально поразить, а потому что они вам враждебны. И за то, что они вам делали, вы не можете, как бы, остаться просто так, враждуйте. И когда вот они начнут враждовать, то Бог будет поборать за них, и Бог будет им помогать, и Бог будет во всем вступаться и реагировать. Только оставайтесь верными, да, то есть соблюдайте то, что я вам сказал, слушайтесь меня образом. Говоря, вся Библия сводится к чему? К тому, чтобы слушать и делать то, что Бог сказал. И в каждой конкретной ситуации получать знания, что сейчас Бог хочет, чтобы я сделал, как сейчас мне правильно поступить. То есть любую ситуацию взять и вот как бы дождаться понимания, а что же сказал бы мне Бог в данной ситуации. И когда ты получаешь вот от Бога понимание, что тогда ты можешь спокойно делать, и ты точно будешь успешен, и у тебя всё получится. То есть не пытаться решать какие-то вещи своими силами, или так, как этот мир решает, или как умные этого мира решают. Ну, по крайней мере, обратиться к мудрым, которые разбираются в Писании, и разбираются, те, кто занимаются изучением Писания, которые, ну, может быть, и над собой работают, и имеют какие-то черты характера уже, и уже знают какие-то вещи, и опыта больше. То есть, ну, по крайней мере, можно спросить, да, то есть за спрос денег не берут. И получить эту информацию или напрямую от Бога, это уже большой плюс. Аминь. Это то, что я хотела сказать по этой главе. Может быть, кто-то хочет что-то добавить, или спросить, пожалуйста. Ну, хорошо. Хорошо, тогда читаем дальше. 26 глава. После всего поражения «Сказал Господь Моисею и Елизару, сыну Аарона, священнику, говоря, «Исчистите общество сынов Израилев от двадцати лет и выше по семействах их всех годных до войны у Израиля». «И сказал им Моисею и Елизару, священник на равнинах Моавейских у Иордана против Иерихона, говоря, «Исчислите всех от двадцати лет и выше, как повел Господь Моисею и сынами Израилев, которые вышли из земли египетской. Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханнаха, поколения Ханнахова, и Фау, поколения Павлова, от Хитрона, поколения Хитронова, от Хармии, поколения Хармиева, вот поколения Рувимова, и исчисленных сорок три тысячи семьсот тридцать. И сыны Фау Хилнав, Фауя, Юнав, сыны Елиав, сыны Елиава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те, Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Арона вместе с Саупниками Кореи. На пути произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, поглотила их и Корея, вместе с ними умерли и Саупники. Когда огонь поджал двести пятьдесят тысяч человек, и стали они в знамении. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их. От Немуила поколения Немуилова, от Ямина поколения Яминова, от Яхина поколения Яхинова, от Зары поколения Зарина, от Саула поколения Саула, вот поколения Симеоновой, двадцать две тысячи двести. Сыны Гада по поколениям их. От Цифона поколения Цифонова, от Хагия поколения Хагиева, От Шуния поколение Шуниева, от Озния поколение Озниева, от Елья поколение Ельева, от Арода поколение Ародова, от Арелия поколение Арелиева. Вот поколение сынов Гадовых, по исчислению их 45 тысяч. Сыны Иуды, Ор и Анан, но Ир и Анан, но Ир и Анан умерли в земле Хананской. И были сыны Иуды по поколениям их, от Шуния поколение Шелина, от Фареса поколение Фаресова, от Зары поколение Зарина. И были сыны Фаресовы от Исрама поколения Смомова, от Хамола поколения Хамолова, от поколения Иуды по исчислению их 76500. Сыны Сахарова по поколениям их. Сыны Иохиева по поколениям их. Сыны Иохиева по поколениям их. Сыны Манасии по поколениям Махирова. Сыны Махиева по поколению Галадова. Вот сыны Галаадовы, от Езера, поколение Зерова, от Хелока, поколение Хелокова, от Аслиида, поколение Аслиилова, от Шахема, поколение Шахемова, от Шемиды, поколение Шемидова, от Хевера, поколение Хеверова. У Салпада, сына Хеверова, не было сыновей и только дочери. Имя дочери Салпады Махла, Ноа, Хохла, Милка и Ферца. Вот поколение Моносиены, исчисление их 52 700. Вот сына Ефима, поколение Мих, от Шиту и поколение Шитулина. Шехерова, от Тахана, поколение Таханова. Вот и вот сыны Шахуды, вот Арана, поколение Аранова. Вот поколение Семенов и Ефремовы, по исчислению их 32 500. Вот сыны Иосифовы, по поколениям. Сыны Венимина, по поколениям. Вот Белы, поколение Белона. Вот Ашбела, поколение Ашбелова. Вот Ахирама, поколение Ахирамова. Вот Шефуфама, поколение Шефуфамова. Вот Хафума, поколение Хафумова. Но и были сыны Белы Ард и Нааман, от Арда поколение Арддова, от Наамана поколение Нааманова. Вот сыны Вениамина по исчислению их, а исчисленных 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шухама поколение Шухамова. Вот семейство Дановы по поколениям их, всех поколений Шухрама по исчислению 54 400. Сыны Осировы по поколениям их, от Ишмы поколения, от Имны поколения Иминно. От Ишвы поколение Ишвина, от Верии поколение Вериина. От сынов Верии, от Хевера поколение Хеверова, от Малхеила поколения Малхеилова. Вот дочери Асировой и на дочери Асировой Свара. Вот учреждение Наласировой, учреждение 55 400. Вот поколение Шелемова, вот поколение Шелемова. Вот поколение Нефалимовы, по поколениям их исчислено их 45400. Вот число вошедших в числении сыновь Израилев, 601730, и сказал Господь Моисею, Тим Гудел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю по именам колен отцов их, должны не получить удел. По жребию должно разделить по уделам их, как многочисленным, так и малочисленным. Сие суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их, от Герсона, поколения Герсонова, от Каафа, поления Каафова, от Мирали, поколения Миралина. Вот поколение Левины, поколение Леви, Леви и Нево, Малхилево, а, от Хевронова. Вот поколение Левейны, по поколению Левейна, поколение Хевронова, поколение Махриева, поколение Мушиева, поколение Куреева, от Каафа родился Амрам, имя жены Амрамовой, Иохавета, дочь Левейна, которая родила жена Левейна в Египте, и она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариан, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Дели Азар и Ифамат. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чужий огонь пред Господа. И было исчислено 23 тысячи всех мужеского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилы, потому что не дано ему дело среди сынов Израилов. Вот исчислены Моисеем и Елизаром, священником, которые исчислены сынов Израилов на равнинах Моавицких у Иродана против Ирихона. В числе их не было ни одного человека, исчисленных Моисеем и Аароном, священником, которые исчислены сынов Израилов в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иисуса, сына Навина. Аминь. По дому их отцов, всех идущих войск в Израиле. То есть он не просто так просит это сделать исчисление. Ну, во-первых, для того, чтобы сравнить, как мы видим в конце главы, с тем исчислением, которое делали Моисей и Аарон. Во-вторых, то есть, чтобы убедиться, что никого не осталось из тех, кто бунтовал. И кого Бог сказал, что они не войдут. Что они не войдут, кроме Иисуса Навина и Халева, и Фунянина. И очень важно тут, что от 20 лет и выше, это потому, что фактически это войско, это армия, которая будет завоевывать землю обетованную. То есть они, в принципе, находятся уже на моменте входа. Это, в общем-то, последнее приготовление перед тем, как они будут завоевывать землю. Завоевывать землю будет Иисус Навин, как мы видим. И увидим в следующей главе. И нужно же будет войско, и поэтому исчисляют, сколько способных к войне. 20 лет и выше. И смотрят по родам. Мы, конечно, сейчас не будем это все просматривать по родам. Но то, что здесь есть 12 родов, которые исчезли, и те, которые делают вот эти вот сопоставления по родам, по родословиям, и то, что там родословие Иисуса в конце и так далее. То есть мы видим, насколько Бог трепетно относится к исчислению своего народа, и к сохранению рода, и так далее, и поколения. Насколько точно можно проследить генеалогическое дерево от Адама и фактически до Иисуса. То есть насколько это было четко возможно. Почему? Потому что делались вот эти вот исчисления переписи именно по семьям. Но мы знаем, что перепись это еще и финансы в казну общества или в скиню. Почему? Потому что нельзя считать сынов Израиля как скот поголовно. Их можно считать только деньгами. То есть каждый должен был сдать, независимо от того, бедный он или богатый, пол шекеля серебра. И эти половинки шекеля складывались, и таким образом получалась цифра. А перепись делалась вот так вот последовательно, чтобы никто не был упущен, и чтобы четко можно было отследить. На что вот взгляд упал у меня сейчас, что четко здесь показывает, что сыны Короха не погибли. То есть, да, а сыны Короха не погибли. То есть для тех, у кого были сомнения, почему там есть псалмы от Короха, да, сыны Кореевы, что они не погибли. То есть он погиб, 250 человек погибло, а вот сыны не погибли, потому что, видимо, было покаяние. Они передумали, и, соответственно, стали живы, и продолжали быть левитами, и, соответственно, поклонниками. Их там уже, видимо, дети писали вот эти вот псалмы, песни, то, что мы читаем в псалмах. Что еще здесь важно заметить, что здесь идет, на русском, конечно, вы, наверное, сильно это не увидите, но на еврейте здесь все рода и все поколения, и каждая семья, они облекаются в две буквы. Букву Г в начале и вьют в конец. То есть он фактически говорит, что, вот можно сказать там, ну, по-русски даже не знаю, как это сказать, ну, например, ну, вот фамилия там, не знаю, Иванова, да, или сказать вот все Ивановы, да, Ивановы, Сидоровы, Петровы, да, вот такое идет перечисление. То вот здесь оно как бы изменяется, ну, как бы, ну, сама фамилия берется в две буквы. Вначале ставится буква Г, которая, в принципе, ну, одна из букв имени Бога, естественно, и второй смысл, что она несет в себе откровения, да, помазания, прорыв, способность рождать, ну, плодоносить и так далее. И кроме всего этого, просто в грамматике иврита она обозначает определенный артикль, то есть, что это именно эти Ивановы, а не какие-то другие. То есть, именно, ну, как вот на английском есть это Э, да, Э и Д, когда там правильно ставится грамматика, кто знает. И вот это вот выделение, что это именно эта семья, именно это слово, именно вот это, вот именно вот это обозначается буквой Г в начале. И буква Ют в конце, она говорит о том, что это моя принадлежность. Ну, если я хочу сказать, что это что-то мое, то я говорю, что добавляется буква Ют в конце. То есть, например, если я что-то сделала, там, например, я купила, да, так будет, ну, обычный глагол будет звучать я купила, а на иврите он будет звучать канити. То есть, в конце будет вот эта буква И звучать. И что Бог делает, как бы здесь, с одной стороны, вроде бы ничего такого, но каждая семья и каждая фамилия, она отделяется этими двумя буквами, что именно эта семья, она моя. Ну, если так упрощенно говорить. И каждую, каждую семью, то есть, в всех предыдущих переписях они были просто по родам, то здесь они перекликаются уже вот с Хэй и в начале, и с Ют в конце, и получается, вот даже слово Исраэли, Ха-Исраэли, да, то есть будет, а именно этот Израиль, он мой. То есть, принадлежность, и еще у Юта есть функция, это сила правой руки Бога, и вообще сила, и там, обеспечение, ну, и принадлежность, что это мое. То есть, он показывает, что каждая семья, которая здесь перечислена, по всем ее родам, по всем поколениям, всех 12 колен, они все поменяли свой статус, они стали именно специфическими, и они стали божьими, что они его. То есть, он их, как бы, себе забирает. Вот то, что вы здесь на русском видите, Хеври, Бери, Ида, Ишви, Малкиэли, вот эти вот Нафтали, Ицраэли, вот это все, Ицри, Шелеми, это потому, что Бог ставит, как бы, принадлежность своего имени, то есть, что они его. То есть, это мое, 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 на всем печать стоит. И печать его букв, ну, фактически Юдыгей, ну, мы знаем, что четырехбуквенное имя, которое называется на иврите Авая, оно звучит, как Юдыгей, Вавгей. И, то есть, он здесь, как бы, меняет порядок, да, он говорит, Хей Юд, Хей Юд, Хей Юд, а внутри имена. И получается, что это его собственность. Это то, что они драгоценны для него, они все освящены, они все очищены, они все запечатаны, и они готовы войти в землю обетованную, они готовы войти и взять то, что Господь им приготовил. И нет у них никакого недостатка, никакого порока, потому что он свои, как бы, вот этими буквами, вот этими, он, ну, скрытый смысл такой, что он поставил свою печать. Очень интересно это здесь, на самом деле. И подробно нам рассказывается и родословная Аарона, и родословная Моисея. И мы видим, где они родились, и от кого, и зачем, и почему умерли на Даффе, и Авиу принесли чуждый огонь, да. И, как бы, под нам рассказывают, что, в принципе, когда было первое исчисление, там тоже было примерно 601 или 602 тысячи способных к войне. И левитов, которые способны, да, работать на храм и выполнять Божьи функции, тоже примерно было в этом смысле 23 где-то так, что-то такое. И они были, помните, взамен первенцев выкуплены. И здесь заново их пересчитывают и смотрят, что они все сохранились, и все исчислены. Вот. Ну, что еще здесь важно заметить? Что Бог уверен своему слову, если Он сказал, что кроме двоих никто не войдет, значит, никто не войдет. И Он-то четко здесь снова подчеркивает, что Халев за свою веру и Иисус, сын Он, за свою веру, они войдут независимо от возраста, независимо от состояния, да, то есть как бы они будут воевать. Ну, в общем-то, все у меня по этой главе, то есть можно, конечно, очень много и долго говорить, но глобально, что Бога никто не забыт, ничто не выбывает, и что Бог меняет вот их статус здесь. И теперь, когда уже они идут на войну, то они под покровом Всевышнего, даже в имени это прослеживается. Аминь. Кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста. Можешь спросить по теме. Хорошо, насчитаем следующую главу, пожалуйста. И вот имена дочери его. Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея и пред Елизара, священника, и пред Днязей, и пред все общество, ухода, скини и собрания, и сказали. Отец нас помер в пустыне, и он не был в числе соотников, собравшихся против Господа со скопищем Скореевым. Но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И предстали, делай их Господу. И сказал Господь Моисею. Правду, говорят дочери Усалпадовой, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им от дел отца их. И сынам Израилем, объяви и скажи, если кто умрет, не имея в себе сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавай удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому, его родственнику. Из поколения его, чтобы он наследовал его И добудет это для сынов Израилев Постоянно поставлено в закон Как повелел Господь Моисею И сказал Господь Моисею Зайди на гору, сию гору Аварим И посмотри на землю, которую я даю сынам Израилам И когда посмотришь на нее Пеложись к народу своему И ты, как приложился Аарон, брат твой Потому что вы не послушались повеления моего Хустыни Син Во время расприобщества Что объявить перед глазами их святость мою При водах милей И сказал Моисею Господу, говоря Да поставит Господь Бог Духа всякой плоти Над обществом Син человека Который выходил бы пред ними И который входил бы пред ними Который выводил бы их И который приводил бы их Чтобы не осталось общество Господне Как овцы, у которых нет пастыря И сказал Господь Моисею Возьми себе Иисуса, сына Навина Человека, которым есть дух И возложи на него руку твою И поставь его перед Диазаром, священником И перед всем обществом И дай ему наставление перед глазами их И дай ему от славы твоей Чтобы слушал его все общество Сынов Израилевых И будет он обращаться к Диазару, священнику И спрашивать его о решении По средствам у Рима пред Господом И по его слову должны выходить И по его слову должны входить Он и все сыны Израилевы А с ним и все общество Сказал Моисей Как повелел мне Господь И взял Иисуса И сделал Моисей, как сказал ему Господь И взял Иисуса И поставил перед Диазаром, священником И перед всем обществом Израилем Перед всем обществом И возложил на его руки свои И дал ему наставление Как говорил Господь через Моисея Аминь Аминь Ну вообще, конечно, тоже здесь Очень такая насыщенная глава Если так смотреть И хотела еще добавить про исчисление Я помню, что я вам это говорила Но еще раз сейчас мне Бог напомнил Что Обратите внимание, что Иссуществляются от 20 лет и выше Почему? Потому что Почему Бог не берет в расчет Если это не священники Если это не левиты Почему Он не берет в расчет детей От 0 до 20 лет? Ну, во-первых Потому что Дети могут умирать от разных болезней Мы знаем, да? Потому что это все-таки пустыня Несмотря на идеальные обстоятельства Несмотря на идеальные обстоятельства Которые Бог там делал И атмосферу И все Тем не менее Есть какие-то там Разные несчастные случаи И так далее Потом мы знаем Что у детей Обычно Наступает Вот этот вот период Когда дети делают глупости На еврите Так это называется Период Глупые годы Дословно Если переводить Типа Во все влезть И все испытать Во всем выработать свое мнение Еще нету никакого устойчивого положения И очень подвержены ветром перемен И туда и сюда То есть этих людей Бог в расчет не берет То есть пока человек Не достигает 20-летнего возраста Он не пригоден к войне даже И даже то, что вот Людей у нас в армии берут 18 лет Почему они даже, может быть, и соглашаются Потому что разум Вот как бы такой вот уже зрелость Она приходит в 20 лет То есть когда человек уже может Осознанно там понимать риски и все А вот этот вот возраст безбашенный Вот эти вот 15-17-18-19 И они даже не учитываются И вот это вот интересно Что исчисление идет за 20 лет И выше И что иногда ты думаешь Ну что там у меня ребенок То-то-то и так И так и так Ничего, подожди Придет 20 лет Тогда уже можно будет смотреть Разговаривать Думать Вкладывать Что-то производить Ну то есть надо все время это делать Но как бы плоды Ты можешь начать видеть Уже только после 20 лет Когда он становится частью общества Ну настоящий Эффективный, официальный Вот это то, что по переписи И второе, то что Бог там дает мудрость Он говорит Дай, пожалуйста Многолюдному Демлю, когда будешь делить Дели по количеству И дай многолюдному Многолюдно Чтобы места хватало А малолюдному Мало И это как бы Еще один нюанс Что Бог хотел Через Моисея Разделить им Их как бы Будущую добычу Будущее Как бы То, что еще Они не завоевали Но уже делят землю Делят Уже тянут жребия Уже тянут По наделам ее И как бы Уже Бог дает инструкции Как это делать Чтобы когда Моисея не будет Чтобы не начались Склоки И не началась Жадность Ну, как говорят Завещание, да Когда родители Оставляют при детях Четко объясняя Кому что Достанется Когда их не будет И потом И нету скандалов Нету склок Часто бывает Что Если нет завещания То начинается Там Рвать Начинают На части И нет никакой Справедливости Там Малочисленные Немалочисленные Много детей Мало детей Пополам И все Или там Еще какие-то вещи То есть И вот эта мудрость Когда заранее Все расписать И все раздать Чтобы не было Ни претензий Ни эксцессов И говорят Что не просто так Делась Эта перепись Еще А для того Чтобы на дело Давать Именно по родам Как бы Ну, например У него родилось Четыре сына Значит На четыре части Оу Там дальше Может быть Они по-другому Там рождали Кто-то один Родил одного Ребенка Кто-то пять Но Его На одной четвертой Будет пять детей Жить И там На одной четвертой Будет один Ребенок Жить Ну, понимаете То есть Они шли Как бы Мертвые Наследовали Живым Ну, если так Образно Можно выразиться То есть Они брали От корня То есть От начала Что Был Иаков Было Вот эти Двенадцать Они родили Так И тот Родил Так И вот По каждому Было понятно Кому Сколько Выделить То есть Бог Вникает Даже В эти Нюансы Чтобы Никто Не был Обделен И Чтобы Все Были Четко Получали Вот это Вот То Что Он Хочет Дать Каждому Чтобы Ни один Ребенок Не остался И тут Мы Видим Вдруг Есть такой случай Когда Нету Сыновей Что же Тогда Делать А раз Нету Сыновей То Вроде бы Нету Решения Значит Нету Наследия И тут Дочери Которые Поднимаются И говорят А почему Наше имя Нашего отца Должно Исчезнуть Если ему Бог не дал Сына И они Идут К Моисею И вот тут Тоже Такой ключ Который Мне очень нравится Он очень важный То есть Когда ты Не знаешь Что делать Когда ситуация Нестандартная Она не Вкладывается Не в этот закон Не в тот закон Не в то правило Не в это правило Иди к Богу И спроси Бога Что делать Почему Потому что Не иди по уму своему Потому что Твой ум Может сыграть С тобой шутку А Бог уже Когда Что-то Ну особенно Если это Относительно Бога Да Его закона То есть Если может быть Юриспреденция Да Нужно пользоваться Своим умом И то Бог может Подсказать И показать Какие-то вещи Которые Обычный адвокат Может не заметить И я даже знаю Случаи Когда один раввин К нему пришли И рассказали Ситуацию Про То что Нужно делать Операцию На мозге Очень сложную А раввин Естественно Не врач Но он Божий человек И он говорит Если сделать Вот так Так И так И человек Выживет И Тогда эти ребята Пошли И врачу сказали Мы согласны На эту сложную Операцию Но только при условии Если операция Будет делаться Так Так И так И тот профессор Который должен был Делать операцию Он был просто В шокинге Так Куда Вы знаете Мы это учим Годами Изучаем Это не какой-то Common knowledge Что кто-то Может это Как-то Но Он говорит Ну действительно Это самый лучший вариант И мы так сделаем И они сделали И человек Выжил После этой операции И казалось бы Кто дал совет Равина Какой вообще И человек Имеет отношение Равин К медицине Еще такого Ну профиля Да Там операция На мозгу Когда там Каждый миллиметр Каждое движение Там и смерть И кровоизлияние И все остальное Вы сами понимаете И тем не менее Бог ему просто Показал Как На этой схеме Нужно сделать так Чтобы это было Вот так То есть Бог Может показывать Те сферы тебе Когда ты с ним Когда ты в них Даже вообще Не разбираешься Ты в них не силен И вот у нас Очень много Я когда Смотрела Тут вот Умные там Книжки Ну Которые пишут Мудрецы То есть у нас Один такой Который Очень сильно Разбирается В науке Он делает Параллели между Всеми научными Открытиями Достижениями И знаниями Которые есть От мудрецов Ну Там Две тысячи лет назад Три тысячи лет назад И выясняется Что наука Всего лишь подтверждает Постоянно Все эти знания Которые уже есть В Израиле Как-то от мудрецов Которые пришли То есть Бог Это все открывает Задолго До того Как оно Приходит Да И даже Та же таблица Манделеева Как ее получил Он во сне Сверхъестественно То есть сам Он ее бы не придумал И не собрал Он увидел Нечто целое Как Моисей Скинь ее на горе И смог это воспроизвести И иногда нам Бог так же Открывает Какие-то вещи О нас О наших детях О нашем призвании О нашей работе Еще о чем-то Да Есть даже такие люди Которые специально Говорят Я задаю Богу вопрос Потом иду спать И мне снится ответ Но опять же Сны тоже нужно Уметь толковать Ну как бы Не со всеми Бог так одинаково Разговаривает Ну то есть Нужно знать Какие-то Основы Там Правила Как толковать сны Как понимать Когда сон от Бога Когда сон не от Бога Когда он буквальный Когда он виртуальный Ну и так далее То есть Но Есть такие Способы общения Что Бог Может дать тебе В принципе информацию Там По геофизике И почему хочешь Даже в том Чем ты вообще Не силен Но если ему надо Как-то прославиться Если ты его Славишь всем своим естеством То он найдет способ Как через тебя Это показать Или высветить К чему я так говорила Что приходят Эти женщины Дочери Целовхада Семь дочерей Ни одного мужчины Да И они говорят Ну почему Наше имя Отца Должно стереться И казалось бы Это наглость Идти к Моисею С таким вопросом Ну как бы Не положено Значит не положено Да Как бы Сухой закон Сухие ответы Но у них Вот этот вот Внутренний Какой-то бунт Или внутреннее Несогласие Или жажда Божьей правды Опять же может быть Ревность И они идут К Моисею И ставят Моисея В тупик И когда Моисей Попадает в тупик Он идет к Богу Может быть Не очень там Это было ясно И понятно Но он идет к Богу И получает Свой ответ То есть Бог говорит Это уже получается Для них Ну как братьям Деда Да А если нет Братьев у отца То передайте Его удел Родичу его Ближайшему К нему Из его семейства И тот Унаследует Его удел И будет Для сынов Израиля Законом Правовым Как повелел Господь Муше То есть Бог вводит Закон Новый Которого Не было И который Уже касается Всех случаев Когда Нету Наследников И четко Понятно Теперь Как завещание Делать Кому что Достанется В какой Доле И так далее Еще интересно Что помните Когда Руфь Возвращается И узнают Кто у нее Родственник Он говорит Есть кто-то Ближе Чем я Боас Помните Говорит Я пойду С ним Поговорю В воротах И если он Не захочет То я возьму И восстановлю Удел Как бы Вимелиху Этому Или Мелиху И его Детям И таким образом Удел Никогда Не покидает Семейство То есть Почему Когда Ахаб Захотел Виноградник Определенного Там Человека Помните И начал Грустить Он захотел Там вместо Винограда Выращивать Огурцы И он Начал Там прям Так грустить Что поститься Начал И хлеб Не ел И прям Настроение У него Испортилось И убили Хозяина Виноградника А почему Он отказался Ему отдавать Он говорит Это наследный В дел моих отцов Это что-то Что Бог дал То есть Почему Бог Через Илью Так сильно Вступился За этого человека Которого убили И так В общем-то Ахава наказалась Что его Кровь псы лизали И жены Его кровь Псы лизали То есть Такой серьезной Разборкой У него была Почему Потому что Это сам Бог Дал такое Постановление О делении земли Чтобы земля Не теряла Чтобы земля Не уходила И если нету Потомства Если нету Наследия Чтобы имя Не исчезало Но чтобы родственники Продолжали Наследовать И оставалось Имя Как-то Зафиксировано То есть Насколько Вот это Драгоценно Важно Для Бога Что он даже Через века Когда уже Этот царь Ахав был Но он Бодрствует Над этим Словом Он говорит Ты вероломно Поступил Ты вероломно Делаешь Потому что Это был Его наследственный Удел И ты Кровь Его пролил Просто так Ни за что Как бы И Бог Сам вмешивается В эти суды Но вот здесь Две точки То что Меня касается Что если ты Видишь Что ты не попадаешь В закон А внутри у тебя Что-то горит Разберись Пойди к Богу И получи Конкретный ответ Потому что Возможно Через тебя Бог даст Новый какой-то закон Какое-то новое правило Какую-то новую инструкцию Которая поможет Многим потом Которые бы промолчали В этой ситуации Которые бы не стали Вступать И выступать Ну как бы В какие-то распри Еще в какие-то вещи И вот это Тоже очень важно Интересно Дальше Он говорит А ты теперь Пожалуйста Взойди на гору Аварим Посмотри на землю Которую отдался Нам Израиля Увидишь ее И приобщишь Ты к народу своему Так же и ты Как приобщился Аарон Брат твой За то что вы Поступили Против слова Моего В пустыне Цин При раздоре Общины И не явили Святость мою Через воду У них на глазах Этой воды Рас При Прикадеш Пустыне Цин И вот интересно Он говорит А ты пожалуйста Иди Взойди на гору И посмотри Землю Которую я даю Сынам Израиля Как-то такая Странная формулировка То есть Ты должен пойти Ты должен посмотреть Как бы Что там Просто Иди Моисей Утоли свое любопытство Или как это Или что это Но здесь нечто большее Скрывается В том что Он ему позволяет Прикоснуться Взглядом Глазами К земле В которую войдет народ То есть Он не может войти туда Ногами Он не может войти туда Телом Но он может войти туда Взглядом Да Вы скажете Что такое взгляд А взгляд это что-то Большое на самом деле Когда люди ходят в кино Они платят деньги За что Они разве что-то Могут унести с собой С фильма Ну с кинотеатра Они разве Ну покупают что-то Нет Они платят за свое зрение Да За способность Использовать свое зрение Использовать Своё зрение И унести в своем Разуме Потом то Что они увидят Да То что будет сопровождать Их может быть Какой-то период времени Или долгие годы Какой-то На какие-то там Еще Ну моральные ценности Иногда в фильмах Бывают Да Иногда будут Аморальные ценности То есть И то и то Остается в мозгу Почему считается Что глаза Это светильник тела Это светильник Для разума Почему нельзя смотреть Непотребные вещи Потому что Это напечатывается На внутреннем экране И потом Очень трудно От этого избавляться Если не Не сказать Что невозможно Потому что Если ты хотя бы Что-то один раз Увидел То это навсегда Запечатывается В мозгу И дьявол И бог Могут использовать Это Ну как бы В любое время В любой точке Пространства И во сне Ты это можешь Видеть потом И почему Дьявол Иногда в сны Приходит И тоже Какие-то вещи Делает Кстати Если вам снятся Очень плохие сны И вы не можете Понять Почему они вам снятся Иногда нужно Просто встать И осветить Свой дом Заново То есть И леем пройтись И вечерей пройтись И промолиться И провозгласить Что это территория Божия Потому что Возможно Что через Какие-то фильмы Через каких-то Людей Через какие-то Сувениры Еще какие-то вещи Которые есть У тебя в доме Пришла какая-то Интервенция То есть Пришел какой-то Дух Или какая-то Власть В твой дом Которая влияет И на твой сон И на твою жизненную Способность И так далее Иногда знаешь Начинаешь молиться Или начинаешь Поклоняться И пока вот Ничем важном Не говоришь Тишина Никто тебе не мешает Но как только Начинаешь что-то Важное делать Или священно действовать Вдруг дети Например Могут начать Вести себя Совершенно неадекватно Вдруг начинаются Какие-то склоки Скандалы Какие-то еще вещи Непонятные Ты не понимаешь В чем дело Все же было тихо И нету никакой Видимой причины Для того Чтобы происходил Такое движение Такие какие-то силы Выступали в действии Вот я получила Откровение Что есть такое Как интервенция Что дети Например Они смотрят Какие-то мультики Или они там Играют в какие-то игры И периодически Нужно во-первых Контролировать Четко Что они смотрят Во что они играют Потому что это все заполняет Эфир твоего дома И самое главное Их души Духа Их тела И больше этого Они становятся Интервентами То есть через вот это все Бесы и демоны Они могут входить И делать вот эти вот Интерапции То есть когда ты делаешь Какое-то священное действие Дети вдруг уходят Из-под контроля И не то что они там Одержимы Нет Они просто как канал Как открытая дверь Как открытая форточка Куда может вползти змея И делать все Что ей хочется Или как в который Самый неподходящий момент Ветер может начать Стучать Бабахать Ну когда Ну тебе это не нужно Когда ты занят Своими какими-то Важными делами Для Бога особенно Когда приходит Какая-то глубина Откровения Или еще чего-то И вот это вот Интервенция И нужно просто Когда если видишь Что у тебя начинается Или в сон Или через детей Или через домашних Или просто У тебя с настроением Какая-то проблема Ты чувствуешь Прямо нервы зашкаливают То есть возможно И ты где-то подвергся Какому-то доступу Вот и эта интервенция Через тебя входит И ты просто не понимаешь Откуда это ведро капает Или откуда эта вода течет Или в чем дело И для этого нужно Просто заново Принять вещерю осознанно Помазать детей Помазать все экраны Телевизоров Лэптопов Таблетов Телефонов Зеркала Обязательно Вот Весь дом Пройти И обычно Этого достаточно Для того Чтобы наступила тишина Для того Чтобы пришел покой Ну а детей Вообще Периодически Надо брать В голову Классную Руку И туда И просто благословлять Закрывая все двери Поражения Закрывая все двери Интервенции Что я сейчас Поездку брала Своих детей Двоих Я видела Как это работает И мне просто Бог показал Всю эту схему Поэтому я вам Сейчас ее озвучиваю Может быть Это важно Почему Потому что Иногда мы не понимаем Иногда мы просто Потом можем раздражаться И можем не понимать В чем дело Оно это просто Изыск дьявола Как он это действует Как он пробивает Какие-то вещи Которые мы не ждем И мы не понимаем Или мы думаем Что это не это А это 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 то самое То есть это какая-то Оборона Против тебя Выставленная Специфически Или против меня Или против божьего дела Против божьего народа Вот Значит Насчет Целовхада Разобрались Да То есть что нужно Иногда Когда ты видишь Что попадаешь В мест законе То позволить Богу Сделать новый закон И здесь Эти женщины Они казались Просто молодцами Помазанницами Божьими Которые послужили Всем последующим поколениям И всем людям У кого такие же проблемы И даже Больше того То есть Бог пошел Глубже Шире И основательнее И я думаю Почему он изначально Не хотел дать сразу Все эти законы Как все остальные Ему наверное Было интересно А хотят ли Эти женщины Войти в землю А хотят ли Действительно Они жаждут Этой земли Хотят этого входа Действительно Они понимают Это обетование От Бога Как драгоценный подарок Да То же Иногда нам Бог какие-то вещи дает И мы хотим Их получить И не можем Потому что Закон К примеру Не позволяет Но Если у нас есть ревность То у нас два раза За эту главу Ревность Пенхаса Который не был священником Но стал им И ревность этих женщин Которые не были наследниками Но стали наследниками Это настолько Просто показывает Что даже Если ты не являешься И по правилу Тебе не положено И ты там Вот у меня почему-то В голову приходит развод Что если человек Написано Разведенный Там нельзя на ней жениться Или там Ну Нельзя там Разводиться И так далее Но если это уже случилось И ты уже находишься В этой ситуации То как быть И вот тут Бог смотрит На эту ревность И тут Бог смотрит На эту вот Глубину Твоего сердца И что у тебя внутри И тогда Могут измениться Законы Специально для тебя И для всех Последующих Через тебя И часто так бывает Что Бог использует Какие-то Твои откровения Того Чтобы спасти многих Которые он тебе дал Да И чтобы Какие-то Твои сложности Какие-то Твои испытания Твои какие-то Заковыки В которые ты попадал Капканы Какие-то Для того Чтобы вытащить Потом из этого Какое-то правило На основании которого Ты сможешь Помогать Потом другим И вот у него Так это многогранно Всегда работает И я в него Потрясаю Что он смотрит На это сердце На эту ревность На эту жажду Но я очень хочу Ступить в брак Но я в разводе Что мне теперь Навсегда Одно Оставаться И вдруг Бог говорит Нет ты можешь Да И там Какие-то условия Меняются Почему он видит Ревность Он видит Вот эти вот Ответы Ну Желание Желание И сердце Дает ответы Аминь Ну то есть Это то Что я увидела Здесь Насчет Зрения Возвращаясь Что он говорит Ты взойди Посмотри На Гуру Аварим Посмотри И ты Потом уже Приобщишься То есть Зрение Это Ну это Как бы Что-то Что ты можешь Использовать Это что-то Что Не просто Так тебе Дано Да Говорит Один раз Увидеть Чем сто раз Услышать Или Когда Человек Ходит Скромно Одетый Например Да И на него Смотрят То его Нельзя использовать А когда Человек Одет Не скромно И на него Смотрят То фактически Его используют Потому что Люди Которые Смотрят Глазами Они Используют Другого Человека Или не Используют Зависит От того Человека Насколько Он Одевается И как Он одевается Что он Показывает И что Он не Показывает Почему В принципе Призыв идет Скромная Одежда Благоприятная Чинная Благопристойная То есть Не оголяться То есть Это ты решаешь Что только ты И муж Например Насколько ты готов Там показывать Себя И чтобы Себя Использовать Ну то есть Это интересный Такой взгляд Конечно На зрение Что это Не просто так То есть С кино Если сравнить То Становится Понятно За что ты Платишь Деньги За то Чтобы смотреть А там На улице Ты не платишь Деньги Ты просто Смотришь И Просто Это какой-то Такой Дар Который Использует Для достижения Определенных Целей И вот Он Сказал Используй Свой дар Зрения Моисей Для того Чтобы ты мог Побывать На земле Обетованной И ты Уже Побывав Там Будешь Это Навсегда Знать Как Оно Там Да Вот И дальше Он Объясняет Почему Ты не Войдешь Потому что Вы Не совершили Дословно То что Я сказала Раз Не сказали Не явили Мои славы Значит Вы Недостойны Как я Обещал Так я Это Выполню То есть Верность Бога До конца И Дальше Он Говорит Моисей Не реагирует О Что же Почему Там И так Далее Он Говорит Хорошо Поставь Тогда Кого Вместо Меня Чтобы Они Не ходили Как Овцы У которых Нет Пастуха И Тогда Он Говорит Хорошо И Вот Здесь Еще Один Нюанс Он Не Наследует Его Дети По Логике Умирает Царь На Трон Восходит Царевич Здесь Мы Не Видим Чтобы Дети Моисея Наследовали Здесь Наследует Лучший Ученик То есть Иисус Навин Это Был Тот Который Никогда Не Отлучался От Шатра Откровения Он Тот Человек Который Ждал Когда Моисей Спустится С горы Не Отлучаясь Оттуда Тот Который Постоянно Хотел Быть Присутствии Моисея Чтобы Быть Присутствии Божьем В котором Ревность Горела Пять Ревность Горела Настолько Сильно И Это Посвящение Было Настолько Сильно Что Бог Не задумываясь Говорит Его Поставь Ему Еще Дай Славы Твоей Мы знаем Что Когда Моисей Спустился С горы У него Лицо Сияло И с того Момент Как оно У него Сияло Фактически Говорят Мудрецы Что До Дня Смерти Свою Покрывало Он Вообще Не Снимал Потому Что Его Оно Так И Продолжало Сиять Но Моисей Конечно Был Человеком Совершенно Другого Уровня Считается Что Он Наверное Был Богом Всех Пророков Или Каким Самым Крутым Пророком Всех Времен И Даже По Описанию Равины Говорят Что Моисей Он Выше Чем Даже Мессия Который Придет Ну По Описанию Чисто На Иврите Вот И Что У Него Была Настолько Близость К Богу Потому Что Мессия Должен Был Быть Человеком Да Ну Я Не Принижаю Иисуса Ни В коем Случа Просто Показываю Высоту Мессия И Вот Это Вот Интересно Что Бог С ним Говорил Уста Кустам Глаза Клазам Да Показал Ему Славу Свою Проходящую И так далее И он О чем Заботится То есть Он не обижается Что ему Пришло время Умирать Он не обижается Что его дети Не восходят Вместо него К власти Да А он Просто просит Господь Дай кого-то Чтобы он мог вести И Насколько Вот это Должно быть Смирение Сердца И Любовь К народу И даже Больше чем К себе К семье Ко всему Да Чтобы Вот так Вот Заботиться О народе Больше чем Собственно Каких-то Интересах И он Говорит Возложит Великолепие Твоего На него И Они Поставил Перед всей Общиной Чтобы они Его слушали Так же Как тебя Да И передали Азара Священнослужителем Стоять он Будет И будет Он Вопрошает Для него Решение Черезуремя Туми Перед Господом И по слову Его будут Выходить И по слову Будут входить Но тут Это тоже Интересно Что Если с Моисеем Бог говорил Уста к устам И ему не нужны Были посредники То здесь Уже четко Несмотря на то Что он Ученик Моисея Несмотря на то Что у него Будет великолепие От Моисея То есть Его лицо Будет сиять Да Ему будет Мудрость Еще что-то Но Ему нужен Будет посредник Для общения С Богом И это будет Илиазар Священнослужитель Первом Священник То здесь Он уже Поднимает Священство Выше И фактически Наступает Вот здесь У нас Период судей Да Когда Моисей Заканчивает Свою функцию И Иисус Становится С первым Судьей Израиля Но Всегда Идет В тандеме В паре С первым Священником И потом Когда будут Другие Судьи Возникать Всегда Будет Прослеживаться Связь Или ее Отсутствие Но Идеальный Вариант Это Вот так Когда Лидер Народа И священник Они идут Вместе И вот Как он будет Говорить с ним Будет Говорить с ним Через Рим и Тумим То есть Вопрошать И получать Ответы И по слову Этого Иисуса Навина Будут Двигаться И делать Все Что нужно То есть Уже Не Бог Будет Столбом Показывать Подниматься И сдвигаться А уже По слову Человек Это будет Происходить То есть Меняется И Форма управления Что Бог Готовит Что Моисей Ты уходишь Арон уже ушел Мирьям уже ушла И сейчас Общество Готово Вступать Новое Лидерство Новое Священство И новые Правила Управления И вот Это интересно Тоже Здесь Аминь Ну что Я наверное Все сказала Что хотелось Если хотите Что-то добавить Спросить Пожалуйста Когда Вы Объясняли Я Как бы Из-за Моисея Что Возвел Его на Гору У меня Почему-то Парадей С Авраамом Если Бог Что-то Хочет Личественное Сотворить Естественное Которое Осталось В поколении Он Авраама Видел Он видел Небо Он видел Все звезды Видел Всех людей Он не звезды Видел Он видел Лиса Людей Ну если Надо Объяснение Так и Авраам Он пришел То есть Моисе На гору Привел И чтобы Он увидел Это увидел И передал Иисусу Навину То Что он Увидел И передавая Это Помазание Он Передал Еще Вот Это Видение Видение Войти В эту Землю Битаванну Что-то Мне так Немного Коснулось Интересно Спасибо Еще Есть у кого-то Что-то Пожалуйста Хорошо Читаем Дальше 8 глава И сказал Господь Моисею Говоря Поведи Сынов Поведи Сынами Израилем И скажи Наблюдайте Чтобы Приношение Мое И хлеб Мое И жертву Мое Мне И Приятное Благоухание Мне Приносимо Было Мне В свое Время И сказал Вот Жертва Которую Вы должны Приносить Господу Два Акца Однолетних Без порока На день Во все Жрежения Постоянная Одного Акца Приноси Утром А другого Акца Приноси Вечером И в приношении Хлебное Приноси Десятую часть Ефы Пшеничной Муки Смешанной Четверть Тюгина Выбитого Елея Это Всесожжение Постоянное Какое Совершено Было При горе Синае Приятное Благоухание Жертву Господу А в субботу И в субботу Приноси Хлебное Две Хлебное Десятых Части Ефы Пшеничной Муки Смешанной Сирием Возлияние При нем Это Субботнее Всесожжение И каждую Субботу Сверх Постоянного Всесожжения И возлияние При нем И в новомесячье Приносите Всесожжение Господу Из крупного Скота Двух Тельцов Одного Овна И семь Однолетних Ангцев Без порока И три десятых Части Ефы Пшеничной Муки Смешанной Сирием Приношение Хлебное На одного Тельца И две Десятых Части Ефы Пшеничной Смешанной Сирием Приношение Хлебное На Овна И по Десятой Части Ефы Пшеничной Муки Смешанной Сирием Приношение хлебное на каждого акца. Это всесожжение. Приятное благоухание жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на вна и четверть гина на акца. Это всесожжение. Каждое новомесячье во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех сверх всесожжения. Постоянного. Должно приносить его с возлиянием его. Первый день месяца в четырнадцать день месяца Пасха Господня. И в пятнадцать день сего месяца праздник. Семь дней должно есть описывание. Первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжения Господу из крупного скота. Двух тельцов, одного овна и семь однолетних анцев. Без порока они должны быть у вас. И пени хлебное приношение хлебное принесите. Пшеничные муки смешанные с елеем. Три десятых части ефы на каждого тельца. И две десятых части ефы на овна. И по десятой части ефы приноси на каждого из семи анцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, который есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так, приносите в каждые из семи дней это хлеб жертву. Приятное облахание Господу сверх всесожжение постоянного возлияния его должно приносить сие. И в седьмой день у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите новое приношение хлебное, и седмицы ваши добудут у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите уже всесожжение приятное благохание Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних анцев. И при них приношение хлебное, пшеничное, муки, смешанное с селеем. Две десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна. И по десятой части ефы на каждого из семи анцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. И сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем. Простите сие мне с возлеянием их без порока должны они быть у вас. Аминь. Аминь. Ну здесь опять же то есть мы видим что глава предыдущая заканчивается что он возложил Моисея руки свои на него и дал ему повеление как говорил Господь через Муше. то есть все на этом как бы заканчивается эпизод но Моисей прежде чем зайти на гору умереть должен еще что-то сделать и он должен напомнить народу последний так скажем обновить с ними завет закон и вот здесь что он говорит что ему делать и как им приносить жертвы как им служить Богу и говорит о ежедневных жертвах интересно что у Бога есть вот эти вот циклы ежедневно еженедельно ежемесячно да ежегодно есть вот эти вот как бы периоды и есть цикл когда вот он назначенные времена то что праздниками мы называем да когда есть вот эти весенние и осенние праздники которые Бог повелел соблюдать и каждый из них имеет глубокий пророческий смысл и каждый из них должен исполниться минимум два раза иногда больше и вот интересно что получается что ежедневно должна приноситься жертва утром и вечером когда происходит смешение то есть когда скажем так хаос своего рода наступает то есть когда солнца нет и звезд нет когда вот это вот межвечерие утренние межвечерие вечерние когда идет смена караула смена дня и ночи и смена ночи и дня и вот именно в это время когда такой своего рода хаос своего рода непонятное состояние нужно приносить вот это вот сосужение ежедневное потом мы видим что нам подробно расписывают как его приносить что-то должен быть и дненок утром и дненок вечером сосужение постоянное и расписывается как приготовить утром приготовить вечером и приглашать десятую часть эйфа тонкой муки слушайте десятая часть эйфа тонкой муки это манная каша с маслом на иврите если смотреть это очень интересно то есть как-то это более понятно мне кажется вот то есть это не именно манка смешанная с маслом или приготовленная в масле да то есть это как приношение дальше он рассматривает что то есть на что это похоже говорят что лучше всего молиться два раза в день когда ты просыпаешься когда ты засыпаешь образно или на рассвете и на закате евреи молятся то есть они идут в синагоги именно именно в это время во время утренней вечерней жертвы и молятся Богу потому что жертвы уже не приносятся много лет ну а у нас наверное у христиан это скорее вот так принято молиться утром и вечером ну вроде бы когда ты утром просыпаешься что ты благодаришь Бога да как бы Богу обращаешься что ты жертвуешь своим временем в принципе что самое дорогое тебе дано это твое время самое дорогое что тебе дано все что у тебя есть на самом деле в этом ну на этой земле это твое время жизни и мы его как бы тратим распределяем это ни деньги ни здоровье ничего это время то есть у тебя есть время на еду время на сон время на общение с семьей время на Бога время на работу и так далее то есть мы за все платим своим временем и вот это время это жертва получается потому что в этом тебе свободная воля и ты можешь жертвовать можешь не жертвовать и вот утром когда просыпаешься даже нашли сделали такое исследование что человек если быстро вскакивает с кровати то у него может быть головокружение некоторые даже падают потому что давление не успевает измениться с горизонтального головокружения вертикальное просто не успевает прийти в норму в баланс и пребывает быстро в мозг и человек может потерять даже сознание поэтому считается что лучше садиться на кровати и читается такая маленькая молитва Господь я благодарю тебя за то что ты вернул в меня мою душу обратно после ночи что я живой что я проснулся что глаза видят души слышат это я уже добавляю молитва состоит из 12 слов в принципе это те 12 секунд которые необходимы для того чтобы тело пришло в норму и после этого можно встать идти дальше а можно еще пару минут удивить пожертвовать своего времени Богу еще помолиться и благословить свой день поблагодарить за ночь и двигаться дальше уже на связи с Богом и ночью то же самое многие мудрые люди ложатся они подводят итоги дня они там может быть прокручивают свой день понимают что где они сделали правильно где сделали неправильно где может быть наговорили там чего-то чего не нужно размышляют об этом все может быть просят у Бога прощения принимают для себя какие-то решения на будущее может быть так больше не делать и выравниваются да как-то и люди некоторые еще просматривают свой завтрашний день не знают каких людей и они уже расписывают себе что и когда они уделяют этому времени в голове разложить по полочкам что будет завтра и после этого попросить на это благословение поблагодарить за день прожитый благословение на ночь и завтрашний день то есть получается что двойное благословение ночью когда спать идешь и утром когда просыпаешь на тот день двойне благословен и вот такая система у тебя получается ну и плюс у тебя получается работать над собой И плюс ты видишь, можешь тогда брать с прожитого дня какие-то положительные вещи, отрицательные сразу же закрывать. Мы тоже говорили об этом, чтобы не брать с собой в завтра то, что плохо было сегодня. То есть это не обиды, не горечь, не злость, не осуждение, не раздражение, не какие-то еще другие вещи. То есть довольны для каждого дня свои заботы. То есть весь негатив оставляем в прошлом дне. И для этого нужна вот эта вот утренняя и вечерняя жертва. Это как символ этого, я думаю. Вот, потом молитва, вот эта вот жертва в шаббат, которая приносится, да, то есть это раз в семь дней. И там добавляется козел. То есть козел это говорит о том, что человек может прийти, и человек, ну не всегда весь народ собирался на все жертвоприношения. Обычно это делали только священники. Но если вдруг народ собирается или там присутствует, и есть вероятность, что человек впал в какой-то грех неосознанный и может быть непокаянный или невысказанный, и чтобы вся община не стала грешной, то ради этого приносится вот этот вот козел. Мы дальше будем смотреть, чтобы у всех жертвов будет присутствовать козел. Вот. И таким образом, чтобы снять этот случайный, странный, невозможный грех, который, возможно, там случился. И чтобы все не отравились, и все не получили от Бога какой-то негатив. Вот. Дальше жертвы новомесящие. То есть мы видим день, неделя, месяц, да? И каждый новый месяц, то есть празднуется отдельными жертвоприношениями. Причем ежедневные жертвы не отменяются в шаббат, но к ним добавляются шаббатные жертвы. И если, например, выпадает еще и новомесяще на шаббат, то последовательность будет такая. Сначала будет ежедневная жертва, потом будут шаббатные жертвы. Что, кстати, тоже интересно, что шаббаты носили жертвы, на огне, там лилась кровь и все это. То есть работа работалась вопреки самим понятиям шаббатов в современном иудаизме. Но, тем не менее, Богу это нравилось, и Бог это приветствует, и Бог это указывает. То есть это тоже интересно, что есть исключения из правил. Вот. И после того, как делается ежедневно, шаббатнее, и тогда уже месячная, ежемесячная вот эта вот жертва поприветствует новый месяц. Но что тут еще важно? Что ты, когда, я говорила, подводишь итог дня вечером, тут ты подводишь итог недели при наступлении шаббата. Вот этими жертвами это тебе напоминает. Просмотри свою неделю. То есть не бери из недели в неделю какой-то грех или какие-то негативные вещи, то есть какие-то отрицательные вещи. То есть оставь это все там, продведи итог, покайся, если надо, освободись от этого груза. Отставь это и иди уже в новую неделю, начинающуюся с того, что ты входишь в мир, в шаббат, в покой, в наслаждение, общение с Богом и с семьей. И уже ты движешься дальше. И то же самое с новомесячем, когда ты подводишь итог дня, недели и месяца. И благословляешь новый месяц, то есть чтобы не было, когда наступает судный день, вот этот раз в году, когда тебе нужно каяться за весь год, фактически это трудно просмотреть весь год. Хотя это желательно. Но если ты как бы смотришь с собой каждый день и каждую неделю подводишь итог и как бы плюсы-минусы, там какие-то достижения оставляешь, усиливаешь, минусы убираешь, работаешь над ними, то у тебя изменится и характер, и дух усилится, и душа наполнится и так далее. И для этого и нужны эти остановки. То есть Бог специально это так вложил, чтобы все эти жертвы, они тебя как бы обращали к Богу. Когда ты обращаешься к Богу, ты естественно понимаешь, что тебе нужно очиститься, осветиться, измениться, трансформироваться. И ты как бы из суеты вырываешься, и ты вспоминаешь о том, что есть Бог, и что мы здесь транзитом, и что мы здесь странники, живем мы на самом деле на небе, и у Бога есть планы о нас, и мы пришли сюда не просто так, чтобы за хлебом гоняться или за длинным рублем, а что есть какие-то другие ценности, более важные. И вот этот порядок жертвоприношений, во-первых, нам показывает, как нам угодить Богу, во-вторых, чтобы жертвы приносились так, как нужно, именно в том порядке, что ни одна жертва не отменяется, никакое правило не отменяется. То есть как ты утром делаешь, так ты вечером делаешь, как ты делаешь раз в неделю, за неделю, но ты утром и вечером все равно делаешь. И раз в месяц ты делаешь за месяц, но утром и вечером, и раз в неделю, и за месяц ты все равно делаешь. Вот эти наработки, они продолжаются Мне кажется, очень позитивно И очень мудро Бог это все сделал Чтобы просто привлекать внимание народа к этим вещам Вот что я хотела сказать на эту тему Ну, наверное, все Если хотите что-то спросить, добавить, пожалуйста Хорошо, читаем 29 И в седьмой месяц, и в первый день месяца Будет у вас священное собрание Никакой работы не работайте Пусть будет это у вас день трубного звука И приносите все сожжения Приятное благоухание Господу Одного тельца, одного овна Семь однолетних амбцев без порока И при них Переношение хлебной и пшеничной руки Смешанной с елеем Три десятых части ефы на тельца Две десятых части ефы на овна И одну десятую часть ефы на каждого из семи амбцев И одного козла в жертву за хрек Для очищения вас Сверх новомесячного всесожжения И хлебного приношения его И сверх постоянного всесожжения И хлебного приношения его И возняния их По уставу приятное благоуханное Господу Десятый и десятый день всего седьмого месяца Пусть будет у вас священное собрание Смеряйте тогда души ваши И никакого дела не делайте И приносите всесожжение Господу Приятное благоухание Одного тельца, одного овна Семь однолетних амбцев без порока И пусть будут они у вас И при них приношения хлебной пшеничной муки Смешанной с елеем Сидесятых частей ефы на тельца Сидесятых частей ефы на овна И по десятой части ефы на каждого из семи амбцев И одного козла в жертву за грех Сверх жертвы за грех Приносимый в день очищения И сверх все сожжения постоянного и хлебного Приносите его и возняния их И в пятнадцатый день седьмого месяца Пусть будет у вас священное собрание Никакой работы не работайте И празднуйте праздник Господень Семь дней И приносите все сожжения Жертву приятное благословение Господу Тринадцать тельцов Двух овнов Четырнадцать однолеких амбцев Без порока Пусть будут они И при них приношение Хлебной пшеничной муки Смешанной с елеем Сидесятых частей ефы на каждого Из тринадцати тельцов Две десятых частей ефы на каждого Из двух овнов И по десятой части ефы на каждого Из четырнадцати амбцев И одного козла в жертву за грех Сверх сожжения постоянного И хлебное приношение его И вознияние его И во второй день Двенадцать тельцов Двух овнов Четырнадцать однолетних амбцев Без порока И при них приношение Хлебного И вознияние До тельцов Овнов и амбцев По числу их По уставу И одного козла в жертву за грех Сверх сожжения постоянного И хлебное приношение И вознияние их И в третий день Одиннадцать тельцов Двух овнов Четырнадцать амбцев Без порока И при них приношение Хлебное И вознияние Для тельцов Овнов и амбцев По числу их По уставу И одного козла в жертву за грех Сверх сожжения постоянного Хлебного приношения И вознияние его И в четырнадцать день Двух овнов Четырнадцать однолетних амбцев Без порока И при них приношение Хлебное И вознияние для тельцов Овнов и амбцев По уставу И одного козла в жертву за грех Сверх сожжения постоянного И хлебного приношения И вознияние его И в пятый день Девять тельцов Двух овнов Четырнадцать однолетних амбцев Без порока И при них приношение Хлебное И вознияние для тельцов Овнов и амбцев По числу их По уставу И одного козла в жертву за грех Сверх сожжения постоянного И хлебное приношение И вознияние его И в шестой день Восемь тельцов Двух овнов Четырнадцать однолетних амбцев Без порока И при них приношение Хлебное И вознияние для тельцов Овнов и амбцев По числу их По уставу их И одного козла в жертву за грех Сверх сожжения постоянного Хлебного приношения И вознияние его И в седьмой день Праздника Никакой работы Не работайте И приносите Все сожжения в жертву Приятное благоухание Господу Одного тельца Одного овна Всем отдалений Амбцев без порока И при них приношение Хлебное И вознияние для тельцов И овна И амбцев По числу их По уставу И одного козла В жертву за грех Сверх сожжения постоянного Приношения И хлебного вознияния его Приносите это Господу И праздники ваши Сверх сожжения Вами По обету Или по усердию Все сожжения Ваших И хлебных Приношений Ваших И вознияние ваших И мирных Жертв ваших Петенциация Первый стих И пересказал Моисей Сынам Израилем Все Что повелел Господь Моисею Аминь Аминь То есть Здесь Господь Продолжает Через Моисея Напоминать О временах Назначенных То есть Здесь В предыдущей главе Он говорил О Песохе То есть Он говорил О ежедневном О еженедельном Шабате Да Он говорил О еженедневном Месяче И говорил О Песохе Здесь Он уже Говорит Нам О Рошашана Празднике Труб День Трубного Глаза Будет у вас День Сотворения Мира Дальше 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 Он говорит О судном Дне Который Через 10 дней После Дня Сотворения Мира За это время Дни Великого Трепета Когда людям Дается возможность Покаяться Изменить Вердикт Бога О себе Которое Выносится В День Сотворения Мира В День Трубного Сглаза Выносится Решение Кто будет Жить На следующий День И кто Нет Вот И Потом После того Как проходит Судный День Это День Великого Поста Раз в году Да Когда все Смиряют Души Свои И Трубят Шафары И Закрывают Уже Там Небеса То После этого Наступает Праздник Суккот Когда Это Символизирует Жизнь В кущах С одной Стороны С другой Стороны Иисус Суккот Скорее всего Потому что Умер он На Песах Как символ Освобождения И вернется Скорее всего В Суккот И Суккот Это единственный Праздник Который Включает В себя Все народы Мира И вот Количество Тельцов То что мы Читали Что они Там 13-12 Они уменьшаются Да Если в сумме Просуммировать Получится 7-10 народов Мира И вообще Этот Именно Праздник Представляет С собой Как бы И Потрясание Четырьмя Видами растений На все Четыре Стороны Света Которые Символизируют Четыре Составные Народа Да Которые Знают Писание И исполняют Писание И те Которые Не знают И не И исполняют И те Которые Знают И не И не Знают И исполняют То есть Все Четыре Вetos Петрясаются На все Четыре Стороны Земли Как символ Того Что Господь Не рассматривая ни одной Из категорий По отдельности Но весь народ это единое целое, весь Израиль это что-то одно Поэтому ты все эти четыре смотри как одно целое И то же самое приносятся жертвы за все народы мира Что и они тоже часть нашего бытия естества И потенциальная часть Израиля Потому что мы знаем, что в конце концов весь Израиль спасется То есть Бог соберет со всех концов земли своих Которые хотят быть с ним, которые верны Которые ответят на призыв и войдут в Израиль И поэтому за них тоже приносятся вот эти ежегодные жертвы И что интересно здесь еще, что при каждой жертве возлияние Меня как-то это затронуло, я начала думать Когда мы приносим жертву, то Дух Святой отвечает своим присутствием Когда угодно, либо огнем, либо помазанием Я подумала, что такое жертва Вот так вот, если абстрактно смотреть Это мясо, да, это кровь получается И плоть Потом получается возлияние, это вино Потом приношение хлебное, оно всегда идет с елеем То есть получаются все элементы Что как бы плоть и кровь замещаются И дополняются хлебом с елеем, то есть помазанием И вином, то есть как символом крови То есть все элементы участвуют Иисус, когда приходит и берет хлеб, преломляет, берет вино и благословляет Он фактически ничего нового не делает Он напоминает вот этот вот обряд И вот этот вот ритуал И в принципе в шаббат так и делают Благословляют хлеб, благословляют вино То есть как бы всегда вспоминаю, что должно быть возлияние, приношение и возлияние И подумала, что если Богу угодно приношение То он всегда приносит свое возлияние, как свое присутствие Ну то есть елей, как прообраз, да И кровь, которая льется тоже, это интересно Ну это как бы просто мысли вслуха-то я не готовила Так сейчас мне это увиделось И что все вот эти вот праздники, вот эти все жертвы Они все должны быть с возлиянием, это интересно Что-то, на что-то твердое приходит что-то жидкое То есть на что-то, что тебе тяжело дается Приходит какой-то Божий ответ, Божье присутствие Божья милость, Божья крепость, Божий свет, Божья сила, Божья жизнь Что-то, что изливается на тебя потом обязательно Как-то интересно, такая мысль милая Вот Ну я, наверное, не буду сейчас ходить в каждый праздник Потому что мы этому посвящали раньше время Просто чтобы вы знали, что это время назначенное Богом Когда Бог приходит особым образом То есть это как свидание, да Когда у меня есть очередь к врачу на определенное время И я прихожу вовремя, то врач меня ждет Если я прихожу раньше или позже То, скорее всего, он занят предыдущими или последующими А вот это именно мое время выделено именно для меня И вот это то, что Бог обозначает Как свои вот эти вот праздники, новомесячные, шабаты И ежедневные вот эти вот времена Это время, когда он ждет Когда он полностью как бы супер открыт для тебя Для того, чтобы ты мог с ним встретиться И получить какие-то супер ответы индивидуальные Какое-то благословение, наполнение и так далее Так что это подпоры назначенные Вот, аминь Ну, в принципе, у меня все Если хотите что-то добавить, пожалуйста Что-то коснулось, что-то отозвалось Что-то было важным Я думаю, что вот мне как-то коснулось Вот то, что Моисей перечисляет Все вот эти вот жертвы Приносить козлу Это наше время потрачено на молитву На его общение Чтобы мы не сводили взор с Бога Чтобы он давал откровение Как тогда они приносят жертву Через священников получали А теперь мы сами приходим В его присутствие Чтобы получать все Вновь время помощи Эти все ответы Хвала и благодарение То, что делает сейчас это Служение Еще есть у кого-нибудь что-нибудь Дэнни, может быть Или Ира Наташа Галя Ну, скажу в тему Как бы то, что ты говорила, Яна И то, что сейчас Лариса подметила Что Как мы приходим В присутствие Божье Я так подумал Что Мы через слова приходим В присутствие Божье К Богу Мы через слова что-то делаем Или через мысли Которые тоже слова И вот эти вот жертвы Они приносились И возлиянием С хлебом С мукой С елеем С вином И мы сейчас Когда говорим слова Павел говорил Тимофею Пусть твое слово Будет приправлено солью Я думал Откуда он это взял Как это вообще Почему он это взял А вот Сейчас я понял Что он брал из жертвы Потому что жертвы Проносились тоже с солью И когда мы что-то говорим Или же жертвуем Свои слова Для Бога И наша речь Вообще Получается Большая жертва И когда мы жертвуем Что-то для Бога Говорим Уволимся Общаемся Да Эти жертвы Должны быть Приправлены Мукой Может быть Это как Слово Божье Как елея Такая фена Сказала Присутствие Божье Вино Это может быть Как чистота Или Что-то Что отделяет Наши слова То есть Вот эти вот Эти вещи Они как бы То есть Наша речь Она должна быть Приправлена всем этим И она будет Как жертва Тогда Ну то есть И в новом завете Тоже Будем непрестанно Приносить Жертвы Слово-слови То есть Слова-уст То есть Получается Слова-уст Наши Это как жертвы Они должны быть Приправлены Ну вот так Вот такие у меня идеи Были Все интересно Очень все Ну да Если еще вспомнить Что кровь соленая Тоже Тоже интересно Что Ну в принципе Да Конечно Речь Это тоже Жертва Это посвящение Потому что Ты можешь Просто праздно Разговаривать По телефону Или даже Можешь просто Молчать Или просто С кем-то Общаться Даже есть Такое повеление Жертва Общительности Да Жертва Общительности Там Как там написано В евреях Не Не лишайте Друг друга Или не избегайте И вот это Тоже важно Что иногда Людям нужно Перетекать Нужно Делиться Тем Что они Проходят Чтобы одно Становилось Достоянием Другого И чтобы Слабые Могли сносить В смысле Сильные Могли сносить Немощи Слабых И так далее Вообще Интересная Тоже еще Такая мысль Вчера Ну это не по теме Но она Мне затронула Что каждого Помните Иисус говорит Есть соринку Ну все Посмотришь На соринку В глазе Тебрата твоего А из своего Глаза бревна Вынуть не можешь Да Вынь сначала Бревно А потом увидишь Как вынуть соринку Я подумала Об этом Что нет Идеальных Людей Абсолютно Все люди Они имеют В себе Какой-то Недостаток Они имеют В себе Какой-то Плюс И имеют В себе Какой-то Минус И как бы И как бы Чаще всего Люди Свои минусы Не всегда Осознают Или Преуменьшают Или даже Не отдают Им может быть Отчета Но Другие Минусы Они преувеличивают У других людей Да А плюсы Преуменьшают Ну такое свойство У каждого Человека И в принципе Как достигнуть Единства Да Ну то есть Вот если увидеть Например Как это вот Ну графически Если это изобразить То Вот например Забор Как строится Да Как доска с доской Как соединяются Чтобы не было Зазоров И просветов Там да То есть обычно Подбирается Что у одного Там есть выбоина А у другого Наоборот выступ Да И таким образом Вот пол например Как соединить Чтобы не было Провалов Да Вот как оно Либо обрезать всех И обтесывать И делать ровненько Либо Делают вот так Чтобы совпадали Вот эти вот Неровности В одном месте Провал В другом выступ И чтобы выступ Входил в провал И было вот это вот Соединение Я так подумала Что Иисус Не просто так Это говорит Что вот наш Минус Он может как бы Опуститься на чей-то Другой минус Да И покрыть его Или наш плюс И вот таким образом Получается Вот это вот единство Духа в союзе мира И получается Что у одного Одна сторона сильная Другого другая И один там Поет круто А другой молится хорошо Один хорошо рассказывает А третий хорошо там Молит Свидетельствует Или там Молится за других Или там Евангелизирует Или еще какие-то вещи делает И если это все поставить То это будет курлак Такой Вместе с Богом Собранный Нерушимый Это будет такое единство Да Когда все будет использоваться Или например Почему вот Кулак Наша вот пятерня Да Состоит из пяти пальцев И один палец Он стоит Отдельно Но имеет возможность Соприкасаться С каждым пальцем То есть Сами по себе Пальцы между собой Там не всегда могут Соприкасаться Кто-то соприкасается Кто-то нет Но вот большой палец Он со всеми В контакте И со всеми Как бы взаимодействует Это же Бог так сделал Специально И без большого пальца Например Очень трудно было бы Держаться Если ты висишь И так далее То есть И каждый вот элемент Он важен Нужен Он продуман И даже твой недостаток Он дан тебе Для чего-то Для того Чтобы помочь Может быть Другому В его там Плюсе Как-то преуспеть Да Его плюс явить Ну и так далее То есть Насколько у Бога Все вот это продумано Я просто Это вижу Как Ну не знаю Как это даже Выразить словами Вижу Ведение Что-то как Ну Какое-то Типа Ну Как забор Что-ли И как бы Вот когда Минус Плюс Соединяется Батарейка Минус Для того Чтобы работала Должно Соединиться Правильно Иначе Не будет Подачи Тока И вот Эти все Наши Плюсы И минусы Даны Для того Чтобы Ну как бы Дополнять Других Ну Чтобы был Контакт Контакт был Поэтому Нужно Это общение Нужно Откровение Нужно Все это Остальное Аминь Еще кто-то Хочет Что-то Добавить Пожалуйста Спасибо Все ясно Понятно Четко Пусть Благословится Сабирина Я Подумал Если Чем больше Жеркла Тем больше Муки Надо было Масло И Вина По-моему И соль Естественно Скорее всего То есть Чем больше Уровень Твоей Жертвы В словах Тем больше Она должна Быть Приправлена То есть Чистота Слов Интересно Хорошо Кто-то Желает Прочитать Нам Автору Это У нас Третья Книга Царств Насколько Я Помню Про то Сейчас Момент Я проверю Момент Я не вижу, какая вторая. Может быть, кто-то может видеть. А читай, как Дион Елисея помазал, нашёл и помазал вот это вот? Мне кажется, это знаешь, откуда оно начинается? Я вспомнила сейчас. Оно начинается с того места, когда Илья слышит, что ему угрожает из-за вели. Он убегает под мужевеловый куст и просит себе смерти. Потом встреча с Богом, потом помазание Елисея. Вот это вот автора. Я могу прочитать. И пересказал 19 глава. И пересказал Ахав и Изавели всё, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посла к Илье сказать, «Пустое то сделают мне Боги, и ещё больше сделают, если завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой у каждого из них». Увидев это, он встал и пошёл, чтобы спасти жизнь свою, и пришёл в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошёл в пустыню на день пути, и, придя, сел под мужевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лёг и заснул под мужевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печёная лепёшка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз. Коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись с той пищей, ушёл сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошёл он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я, Господи, Боги, Самофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. И остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её». И сказал, «Выйди и встань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раздевирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. На неветре Господь. После ветра землетрясение, на дне землетрясения Господь. После землетрясения огонь, на небо вне Господь. После огня, обеяния тихого ветра, услышав сие, Илья закрыл лицо своё, милотью своей, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я, о Господи, Боги, Самофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её». И сказал ему Господь, «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придёшь, то помашь Азаилов царя над Сирией, а Иеуя сына на Мессина, помашь царя над Израилем. Сын Елисея же сына Сапатова из Авел-Михолы, помашь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуи, а кто спасётся от меча Иеуева, того умертвит Елисей. «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех-сих колени не преклонялись предвалом, и всех-сих уста не лобызали его. И пошёл он оттуда, и нашёл Елисея сына Сапатова, когда он орал. Двенадцать пар волок было у него, и сам он был преддвенадцатый. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисея в волок, и побежал за Илею, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». И он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волок и заколол их, и зажегший лук волок, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошёл за Илею, и стал служить ему. Амин. Ну, то есть, вот этот вот палец, вот этот вот палец из пророков, который напоминает нам о этой недельной главе. Вот интересно, что тут ключевое? Ревность. Он говорит, «Я возревновал, Господи Боге мой». Он дважды, да, повторяет. И потом мы видим конец, что он вместо себя оставляет преемника, то же самое, как Моисей. То есть, чтобы мы могли точно вспомнить, о чём же речь в недельной главе. То есть, о чём речь? О ревности Пенхаса и о том, что Иисус Навин будет учеником, и, будучи учеником, потом ведёт народ Израиля в землю. И вот здесь вот это как бы чётко напоминает. И здесь ещё несколько принципов, которые просматриваются, то, что в этой главе мы можем видеть. Ну, я говорила, что часто, когда мы выступаем на служении, часто, когда мы идём по слову Бога, делаем что-то очень сильное и мощное, часто потом приходит отдача или откат или угроза от дьявола. Может быть, они ещё и нереальны. Может быть, они ещё и не воплотились, но они прозвучали в наших ушах. И ты можешь быть слоном, в уши которого муравей говорит, всё, тебе конец, я с тобой разберусь. И ты можешь возвести этого муравья в голове в ранг какого-то гиганта. Но на самом деле это всего лишь муравей. И если ты, ну, как в осознании, если ты делал это всё по слову Бога, дождя не было три года, и ты там побил 850 пророков Валовых, и ты навёл такой, ну, как бы шум, грохот, да, ты навёл такое изменение на весь Израиль, такая тряска, и тут какая-то Изавель тебе угрожает, и ты, как пророк, знаешь, что её кровь будут лизать псы, и ты с Богом, ну, как бы, на вы, ну, как бы, очень близко, да, как и Моисей. И вдруг что случается? Случается что? Что конкретно идёт атака, и человек просит себе смерти, у него пропадает желание жить, он ложится под можевеловый куст. Можевеловый куст, кстати, там, на иврите, это куст, который, дословно, если переводить, я когда-то вам рассказывала, это значит, как бы, опротестовывать, опротестовывать, как решение в суде, или опротестовывать решение какой-то инстанции, опротестовывать. То есть, вот этот можевеловый куст в своём названии слово Ирур имеет корень, то есть протест. Ибо он не просто так ложится именно под можжевеловый куст, просит себе смерти и засыпает там Потому что он протестует против этого наезда от Изавелия И он как бы поддается этим эмоциям, этому состоянию Хотя это в принципе вообще не должно быть ему свойственного Ты же пророк, ты же помазанник, ты же крутой Но это говорит о чем? Что все мы люди, все мы человеки, что больше большого подъема Всегда бывает спуск И нужно быть готовым к этому спуску морально, духовно, физически И не ломаться, а понять, что после подъема спуска, после спуска снова подъем И может быть даже на более высокую гору И нельзя прыгать с вершины на вершину И всегда у тебя будут какие-то спуски И поэтому праведник 7 раз упадет и поднимется на 8 раз То есть и поднимется То есть невозможно подниматься не падая То есть всегда это все взаимосвязано И вот здесь вот очень-очень-очень интересно, что праведник все-таки падает Не обычный человек, а праведник То есть не грешник, а праведник И вот он впадает в эту депрессию И Бог ему говорит, что ты здесь Илья Бог его кормит Ангел приносит пищу Он говорит, что ты, подкрепись Но он нет, он идет 40 дней, 40 ночей Это маршрут, представьте себе Это расстояние Он возвращается фактически на подступы к Израилю На то место, где была дарована Тора То есть мы поднимаем здесь тоже образ такой Ключ, палец Что говорит нам о том, что расстояние от Синая до Земли 40 дней И они бы были на месте И как бы этого достаточно было времени Но они ходили 40 лет Тоже еще один намек на это Ну как бы недельную главу И вот что еще здесь важно Что вот он просит себе этой смерти И говорит, я там возревновал Но они там Вроде бы он все правильно говорит То есть они там Пророков убили, я один остался И так далее Но Бог говорит, я оставил еще 7 тысяч человек Которые не склонились То есть ты не один такой Есть еще 7 тысяч, которые Такие же, как ты Которые не верны Которые там Но ты бы мог просить инструкцию у меня Ты бы мог там Желать продолжать мне служить Но вот ты просто позволяешь Вот этой усталости Этой отдаче Или этому страху Или этому Какому-то обстоятельству Или этой угрозе Стать больше, чем я фактически Поэтому он ему не просто сразу говорит Что ты или А он ему говорит Я там буду землю трясти Я буду огонь Я буду то, то, то То есть он ему показывает Своё себе могущество Своё авторитет И своё влияние И в тихом вене я с тобой поговорю То есть он говорит Ты вспомни, алё, я Бог Я Бог Ты что? Кого ты испугался? То и заверь Но все равно там не с кем говорить Или он настаивает Дважды повторяет Да, мы видим И тогда он говорит Хорошо Сделай мои последние приготовления Поручения Чтобы земля не осталась Без человека Который будет управлять Без пророка священства Да И чтобы был царь помазан Тот и тот и тот И потом можешь уходить То есть он ему даёт Как Моисей Вот эти вот все приготовления Он не просто его тут же забирает Но вот это всё нам как бы намекает На Моисея Но мы видим разницу в реакции Что Моисей сам просит Кого же нам помазать И кого же нам оставить Вместо нас Чтобы люди не остались А этот не просит Да, то есть разница Ну это интересно просто Вот это ещё раз подчёркивает Наверное Величие Моисея И большое его сердце И посвящение И вот это вот Ну чтобы сравнить Хотя Илья тоже очень крутой Он вознёсся Мы знаем Но Тем не менее Извините за это Вот Поэтому так Ну это моё ощущение Мнение Если кто-то хочет что-то добавить Пожалуйста Ну это я повторю Я просто Когда я всегда читала эту главу Мне нравилось Поведение самого Елисея То для того Чтобы пойти За Ильей Он сжёг Он застался с душем То, чем он занимался Глубокатый человек 12 порвало Но Для того Чтобы пойти И он Этого сила Диана То, что он действительно Полностью посвятил себя Сужение Богу Он всё остальное Оставил Сжёг И вопрос В своём Чем он занимался И его посвящение Тоже накормил Этим же мясом Тоже так интересно Посвящение Да То есть верность Милость 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 Ещё что-то было Пожалуйста Ну хорошо Если всё Тогда Господь Господь Я прошу тебя Во имя Иисуса Христа Благослови Каждого из нас Всех Кто молился Всех Кто слушал Всех Кто размышлял Всех Кто просто принимал И чтобы потом размышлять Я прошу тебя Просто говори К нам Ещё Ещё Открывай Новые 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 Грани Чтобы мы могли Видеть Слышать Чувствовать Разуметь Твоё сердцебиение Твой ритм Твои Какие-то Желания И правила И чтобы мы Не поддавались Давлению Которое приходит После больших побед И чтобы мы знали Что это закономерно И что мы Всё преодолеем И всё мы Устоим И что тот Кто в нас Намного больше Того Кто в этом мире И живущий В нас Намного больше Намного больше Того Кто в этом мире Слава Тебе Всесильный Слава Тебе Всемогущий Слава Тебе Вечный Я благодарю Тебя Славлю Тебя Я поклоняюсь Тебе Я благодарю Тебя За Твой народ Который слушает Тебя За Твой И наполняется Тобой За умножение Видения Умножение Видения И слышания И благодарю Тебя За то Что Ты бодрствуешь над нами, что око твое открыто, и ухо твое открыто, и рука твоя не сократилась, чтобы давать. Спасибо тебе, драгоценный. Любим тебя, поклоняемся тебе. Я прошу, наведи порядок в наших внутренностях, и то, что загрузилось в дух, пусть оно принесет результат, и пусть это займет свое место, свой пазл, и пусть пазл на пазл, картина складывается, и пусть еще и еще краски добавляются, пусть мозги расширяются, сердце расширяется, и мы будем способны вмещать все, что ты, Господь, запечатал, потому что Библия это дух, записанный словами. И помоги нам просто иметь этот дух, распечатывать это, что записано, и понимать ту глубину, ширину, высоту, и чтобы это не кончалось. Во имя Иисуса. Аминь. Люблю вас всех, драгоценный. Шаббат, шалон. Брахо, тошер, ва симха. Спасибо, что были с нами. Обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok